К другим темам. В Бразилии на пути наших олимпийцев к стартам сегодня появился еще один барьер. Международный олимпийский комитет назначил комиссию из трех человек, за которые окончательное решение допускать того или иного атлета к играм, которые стартуют 5 августа. Руководитель медицинской комиссии МОК Угур РДНР, член исполкома комитета Хуан Антонио Самаранч-младший и глава комиссии атлетов Клаудио Бекель. Как сказано, будут выдавать разрешение только тем спортсменам, которых уже допустили в Международной Федерации. А также будут учитывать рекомендации спортивного арбитражного суда. Он работает в Рио-де-Жанейро в выездном режиме и туда уже подали протест на отстранение наши титулованные пловцы. Олимпийские призеры Никита Лобинцев и Владимир Морозов, а также четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова и двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев. Иск подан и от имени команды по тяжелоатлетике, которой Международная Федерация запретила выступать в полном составе. Выездной арбитраж обязан принять решение максимум за 24 часа. Оттуда пока нет новостей, но с заявлением выступил президент МОК Томас Бах в том духе, что для сборной России сделано все возможное. Вместе с тем комитет ожидает, что будет доработан доклад антидопингового агентства ВАДА. Тот самый, с обвинениями в адрес нашей страны. Эта тема, конечно, не единственная сейчас в Рио-де-Жанейро. Антон Вольский об атмосфере в городе. Шаг за шагом под спалящим бразильским солнцем олимпийский огонь приближается к столице Олимпийских игр, к городу Рио-де-Жанейро. Осталось уже меньше 100 километров и в пятницу пламя должно будет зажечься на центральном олимпийском стадионе Маракана. Впрочем, не в каждом бразильском городе олимпийскую процессию встречают так же радостно, как здесь. Жители городка Анградос-Рейс решили помешать эстафете, требуя повышения зарплат. Даже чуть не отняли у факелоносца олимпийский огонь. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и даже резиновые пули. Впрочем, безопасность олимпийского огня не единственная головная боль бразильских властей. Работники столичного метро обещают объявить забастовку прямо накануне открытия Олимпиады, что грозит обернуться хаосом для приезжающих в Бразилию 500 тысяч туристов. Город уже наводнили военные патрули, поскольку на полицейских нельзя положиться. Они тоже грозят выйти на улицы, требуя улучшений условий труда. Затраты на проведение игр импичмент президента больно ударили по бразильской экономике. По некоторым данным, именно из-за нехватки финансирования олимпийская деревня была сдана с чудовищными недоделками. Прибывшие в начале недели в Рио спортсмены из Австралии даже отказались селиться в эти номера. На фотографиях видно, что комнаты просто непригодны для жизни. Дыры в потолке, отваливающаяся штукатурка и повсюду строительный мусор. Нашим спортсменам еще повезло. Их корпус был построен раньше других. В номерах у вас нормально все? У нас пока просто грязно. Как будет дальше? Да, смотрим. Комнаты у вас нормальные? Австралии все, да, вылезли. Ну, как сказать. Косички есть, конечно. Ну, жить можно. Ну, грязно очень быстрее. Дырка после ремонта. Маловато еще немножечко. Нет пола, колечков даже элементарных. Полотенце не было бы повесить. Эти проблемы не могли остаться незамеченными международными олимпийскими властями. И сегодня, по некоторым данным, был отправлен в отставку бразильский чиновник, руководивший строительством. Впрочем, на пресс-конференции глава МОК Томас Бах сегодня предпочел эти проблемы обойти стороной и сосредоточился на очередных мерах по контролю за допуском российских спортсменов. Я верю, что люди понимают трудности, с которыми мы столкнулись, и в то же время они видят, как нелегко принять то или иное решение в данной ситуации. Но мы сделали все возможное, чтобы разрешить эту проблему и защитить всех чистых атлетов во всем мире. Наши олимпийцы признаются, что допинговые скандалы и развернутая охота на ведьм изматывают нервы и сказываются на подготовке. Но боевой дух не теряют. Кто сюда приехал, мы будем бороться за тех, кто сюда не попал. Будем стараться завоевывать медали и доказывать всем, что Россия самая лучшая. Тем не менее, открытие Олимпиады неизбежно и ближе с каждым днем. В город уже съехались более 50 тысяч волонтеров. Их хорошо заметно на улице благодаря яркой одежде. Центр набора добровольных олимпийских помощников разместился в старом городе. Среди декораций для карнавала, гигантских муравьев, индейцев с луками и сладкоголосых сирен, волонтерам выдают форму и учат искусству бразильского гостеприимства. Зеленый цвет – это ИВС. Это люди, которые помогают зрителям найти свое место на стадионе. Красный цвет – это медики. Голубой цвет – не для волонтеров. Голубой цвет только для судей, для рефери. Оранжевый – это для всех остальных. То есть это работа, да, самая распространенная. Юля приехала в Рио из Нальчика. Пригодился опыт работы волонтером на Олимпиаде в Сочи. Правда, признается, что условия в Рио значительно хуже. За все приходится платить самому. Волонтерам не платят, но им обеспечивают, их кормят, дают карту транспортную. Дорогу до Бразилии? До Бразилии не хочет, к сожалению. Нет, за свой счет. С горы в самом центре Рио, недалеко от знаменитой набережной Ипанема, открывается прекрасный вид на весь город. Отсюда даже видны некоторые стадионы и место проведения состязаний по гребле. Вот только редкий турист рискнет подняться на эти склоны. Они расположены в одной из самых бедных бразильских фавел. В этих трущобах не действуют бразильские законы. Здесь всем заправляет наркомафия. Однако среди жителей именно этих, прилепившихся к горе, словно осиные гнезда, лачук, и водятся настоящие болельщики. Спорт здесь единственная отдушина и надежда на лучшее будущее. Не у каждого мальчишки в этой футбольной секции есть обувь. Но зато каждый знает, на кого хочет быть похож. У этих ребят нет будущего, кроме спорта. У них только две дороги – наркотики или футбол. Я рад, что мне пока удается увлечь их спортом. Многие бразильские футболисты вышли из беднейших семей. Вот и у вас в ЦСКА играл наш парень из нашей фавелы. Его зовут Дуду. Алишандро Сильва де Сауза играл в ЦСКА до 2008 года и даже входил в состав сборной Бразилии. О такой карьере мечтает каждый из этих ребят. Но пока они вынуждены гонять плохо накачанный мяч, потому что обитатели этих районов даже в волонтеры не берут. Антон Вольский, Юлия Заграничного, Дмитрий Волков и Никита Севастьянов. Первый канал Рио-де-Жанейро.